Добрый день, дорогие друзья! Все те, кто изучает английский язык, добро пожаловать на наш YouTube-канал IngLifeTV. Меня зовут Катя, и это наш новый видеоурок английского языка. Сегодня хотелось бы с вами рассмотреть очень интересные, на мой взгляд, идиомы, которые содержат в себе животных. Такие животные идиомки у нас будут. Их будет, в общем-то, не так много, поскольку в английском языке их огромное множество, и во многом они будут схожи с русскими идиоматическими выражениями. Поэтому взяла некоторые, которые несколько отличаются, которые вообще отсутствуют в нашем языке, ну и парочка будет, я думаю, совершенно вам знакомых и понятных. Ну что ж, давайте начнем. Первое классненькое выражение – a copicat. A copicat означает человека, который все копирует, то есть который повторяет за вами, да? Который делает все то же самое, как и другой. You're a copicat. You're dressing just the same as I do. Ты копируешь меня. Вот смотрите, даже на русский язык трудно перевести, да, такое выражение. Ты повторюша, сказали бы в русском языке. То есть ты одеваешься прямо так, как я это обычно делаю. Следующее классное выражение – make a bee line. Make a bee line означает перейти прямо к делу. То есть вот сразу перейти к делу. Make a bee line. Следующее про пчелок опять. The bees knees. Супер выражение. Означает коленки пчелы. Классное. Отсутствующее в русском выражении означающее что-то превосходного, отличного качества. То есть представьте себе коленки пчелы, есть ли они вообще на самом деле или нет. То есть это что-то такое вот прям уникальное, классное и, конечно же, наверное, очень дорогое. The bees knees. Следующее классное такое выражение. Можно сказать прямо поговорка, словица какая-то. Fish or cut bait. Мы знаем, что глагол fish означает рыбачить. А вот это словечко bait – это наживка, которую на крючок насаживают. То есть дословно, если перевести его, рыбачь или обрежь наживку. То есть, в принципе, можно обозначить смысл этого выражения как «делай дело» или «убирайся». То есть либо ты делаешь, либо «до свидания». Вот такой, используйте разговоры с кем-нибудь, если вам надо проявлять человека в действие. Fish or cut bait. Затем, если вы хотите подбодрить человека и сказать, что у него куча возможностей в этом мире, и сказать это прекрасно, интересно, красиво, скажите «the world is your oyster». То есть дословно, мир – это вот твоя ракушка, в той, в которой могут быть жемчужинки. То есть, по сути, мир для тебя полон возможностей, полон интересных событий, шансов и так далее. То есть используйте. The world is your oyster. Следующее чудесное выражение про собак. Но совершенно к ним, в общем-то, не будет иметь никакого отношения, и даже по прямому переводу никоим образом нельзя будет догадаться его значения. А звучит он put on the dog. То есть надеть собаку. Казалось бы, господи, что это, как это одеваться? Глупо, как это некрасиво? Нет, совершенно против. Put on the dog означает одеваться или вести себя, или, может быть, даже развлекаться роскошно, экстравагантно, то есть со вкусом, наоборот, очень-очень красиво, присыщенно. Put on the dog. Вот так вот надеть собаку. И разные-разные значения могут быть главные, то есть совершенно неотрицательные значения, наоборот, очень такое красивое. Следующее классное выражение цедематическое – get off one's high horse. Слово once мы будем здесь менять на какое-то протяжательное местоимение, например, get off his high horse, то есть это словно слезть с какой-то там высокой лошади. Означает это стать покладистым, смиренным, то есть как бы умереть свой пыл, то есть как бы слезть с своей высокой колокольной, иди к нам сюда, ближе к земле. Get off one's high horse. Следующее не менее классное выражение – это a cash cow. Это пример того выражения, которое, в общем-то, будет иметь чудесный аналог в русском языке, конечно, такой аналог разговорный – это то, что мы именуем дойной коровой. Дойной коровой, то есть кэш, мы знаем, это деньги, то есть в английском языке именуют. Означает какое-то дело прибыльное, то есть то, что вам дает прибыль. Это cash cow, дойная корова. Ну и последнее классное выражение, даже пословица целая, которая звучит так – A cat in gloves catches no mice. Дословно, дословный перевод очень четко, в принципе, передает его значение на русском языке. То есть кошка в перчатках не ловит мышей. Означает оно, если вы слишком осторожны, а порой вы слишком вежливы, то у вас ничего не получится. То есть, как бы, иметь в виду призыв, надо быть смелее, напористее, да, и, в общем-то, идти к своей цели. Вот такие интересные идиоматические выражения у нас есть в английском языке, которые заключают в себе каким-то образом животных. Thanks for watching, subscribe to our channel. Bye-bye.